В Санкт-Петербурге в эти минуты избирают меру пресечения вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову. Его задержали накануне по подозрению в получении взятки. Каким необычным вознаграждением его одарили, узнаем у нашего корреспондента Ксении Якубиной. Александра Кузнецова привезли из Пскова в Санкт-Петербург под конвоем в суд Приморского района для избрания меры пресечения. Заседание закрыто и в выходной день журналистов не пустили даже внутрь здания. Дело громкое. Чиновника подозревают в получении взятки. Все обстоятельства дела пока держатся в строгой секретности. Вице-губернатора провели в суд через черный ход, чтобы не было лишних свидетелей. По версии следствия, Александр Кузнецов получил роскошный особняк в самом элитном районе Пскова с хорошей скидкой в полтора миллиона рублей. Вот он домик на берегу реки Великая. Местные жители называют этот район «золотой набережной» за цены на недвижимость. Двухэтажный особняк из красного кирпича, украшенный новогодними гирляндами. Согласно декларации о доходах Александра Кузнецова, дом площадью почти 260 квадратных метров находится в собственности у его супруги. Самому же заместителю губернатора принадлежит только полуприцеп, почему-то припаркованный у крыльца, а не в одном из трех гаражей. В них, вероятно, не поместились еще и две иномарки. Такое необычное вознаграждение Кузнецов предположительно получил от владельца строительной фирмы. За это он якобы выиграл тендер на строительство крупного медицинского учреждения в Пскове. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. В их числе ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской республике. Зачем чиновнику иностранное гражданство, следователям еще предстоит выяснить. Возможно, Кузнецов успел выгодно купить и домик за границей. Должность вице-губернатора Псковской области он занимает уже 6 лет. Курирует вопросы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства. К слову, одни из самых затратных сфер по расходам из бюджета. Важные объекты чиновник регулярно инспектировал. В хронике местных каналов сохранились многие его интервью. Все работы ведутся планово. Мы видим достаточное количество ресурсов, достаточное количество техники, людей. И что немаловажно, в этот сложный экономический период объект полностью обеспечен финансированием. В Псковской области в последние года появились сразу два крупных лечебных учреждения. Онкологический диспансер и перинатальный центр. Последний еще не сдан в эксплуатацию. С каким именно медицинским объектом связано уголовное дело, пока неизвестно. Если следствие докажет вину Александра Кузнецова, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Ксения Кубина, Сергей Фадеев, Кирилл Попов. Вести. Дежурная часть.